да сегодня 7 утра воскресенье и как я люблю единственный выходной день я встал еще раньше чем будний день для того чтобы съездить в альмарджан это аросс алихайма арас алихайма прошу прощения соседние от дубая эмират 100 километров езды примерно час по замечательным вот таким широким трассам вот сегодня пробежим там около 10 весь полуостров составляет приблизительно пять километров одну сторону поэтому туда-обратно вот и будет примерно десятка мой стандартный маршрут они будут ставить себе цели едут для того что просто показать вам красоту местную альбарджан альбарджан полуостров он альбарджан славен не только тем что там вид казино а тем что там замечательного бирюзового просто невероятных цветов невероятного качества чистая морская вода поэтому в оконцовочке мы наверное еще и искупаемся поехали вот последний поворот мы повернули в сторону острова альбарджан вот сейчас мы поем по прямой и уже по сути по стволу это такой сложной проблёбной формы полуострова составим компанию вот этим зожником пробежимся риксис на въезде нас встречают альбарджан альбарджан ребят заканчиваем разминку побежим за мою спину на самый последний остров из четырех четыре острова view treasure бриз и какое-то еще название в общем четыре названия четыре острова образует архипелаг островов альбарджан айланд один из этих островов кстати полностью закрыт там будет казино и сейчас туда попасть невозможно во всяком случае легальными способами четыре все пробежимы один из них на самом скажем так основании на самом конце концовки этого архипелага располагается там практически еще ничего не построено там абсолютно девственная территория вот я хочу посмотреть там как там выглядит природа потому что говорят что там просто супер бирюзовая вода в общем дубай дубайская море там отдыхает просто хотя на самом деле езды тут 40 минут вот дубая и по сути это тот же самый персидский залив в общем оставайтесь будет интересно я заканчиваю разминку и побежал что может быть лучше чем начать запись этого видео уже с полуострова на фоне вот этой надписи осталось наверное как многих русских городах пишет еще айлав и название довольно место в общем мы находимся на полуострове аль-марджан куда мы так долго ехали значит что мы здесь тут видим у нас здесь парковка там детской площадке зона воркаута здесь вдоль набережная беговая дорожка поскольку это только въезд на полуостров здесь у нас уже много чего построено здесь вот double 3 отель это все пятерки конечно за этим заведением у вен пик вы проезжали при прям при въезде rixos дальше будем изведывать полуостров пробегая туда вглубь их на самом деле четыре полуострова один из которых полностью будет занята казино три из которых будут покрыты просто отелями и резидентскими апартаментами возможно сервисными апартаментами пока еще всех деталей для проекта не выкосили как говорится вот в общем пробежим по всем этим трем островам которые открыты здесь уже вся инфраструктура построена я предварительно проехал по всем этим полуостровам здесь есть дороги здесь есть беговые дорожки в общем на самом деле условия будут для записи комфортно в общем надеюсь что вам понравится давайте я очень понятия не имею какие у меня будут впечатления в конце пока мне все очень нравится пока это очень похоже на что-то типа пальму лет десять назад погнали вот эта вот стройка это отеля ров от эмара четырехзвездочный отель или три-четыре звезды такое относительно доступно жилье я жил там три месяца очень хороший отель эмара русской сетки они не только строят но и обслуживают все свои объекты у них своя команда есть поэтому такой вертикальный нам нужно и там вот вода под этим мостом тут у них прямой вход будет к воде вот еще одна стройка и я не просто так здесь остановился дурар групп это девелопер застройщик они очень качественные вещи делают у меня есть клиент привет дмитрий мы покупали townhouse мэра гольф эстейт которые эти ребята построили там просто супер дизайн качество ну то есть это не совсем типичный ребята для дубая потому что ну качество среднее обычно да ничего там выдающегося дура строят очень круто это проект который тоже будет на въезде на алимарджан реализуется он совместно сок ты здесь будет еще дизайн от не sony известный бренд а расслышали первая береговая за этим забором вода море пляж там и вот в той стороне вот за хилтоном за хэмптоном точнее пакетом нам кто-то лодочку припарковал наверно собирается сегодня это вот комплекс океану шану короче океанский комплекс который один из первых запустился здесь в этом году начал вот это вот и тренда интерес к руссельхаме вместе с официальным объявлением о открытии казино а это вот пляж который будет у дома океану остров где будет казино уже никого не денешься сами сколько привезли кранов песка и так далее в общем на самом деле кто сюда зашел мне кажется хороши хорошо ребята сделали в море свой пляж и прям у тебя будет напротив гай огни казино еще один свежий заборчик некие донахи донахбей я честно говоря не знаю что это за проект такой но тут короче очень много стройки и блин это значит что через три-четыре года здесь просто жизнь будет бить ключом все очень свежая видно что только начата стройка фотографик как ни странно очень близко к правде в общем судя по названию застройщик девелопер инвесторы они из дубая вот ну собственно говоря наверное этим многое сказано ладно погнали дальше вас впереди еще самое интересное ну что ребят давайте поговорим немного о работе с нами работаем тут бегаем скидываем нифига себе да давайте поговорим о том сколько надо работать чтобы купить здесь недвижку на альмарджане цен мы тут вообще нифига не дешевые уже ну вы понимаете да теперь почему в среднем хорошем комплексе однушка будет стоить где-то 1,9 под 2 миллиона дирхам большая однушка будет с мебелью за квадратный фут 2 200 дирхам это примерно цены как в сети уоки наверное от мираса в центре дубая между прочим вот ножа это на 2,93 мы получаем рубли мы получаем доллары и метры то есть у нас это получается под 7000 долларов за квадратный метр у вас будет квартира у воды у моря у вас собственный пляж будет у вас будет рядом свой лас-вегас если надо перешли на соседний остров полтора где-то километра ну максимум четыре километра от самой дальней точки до острова где будет казино и вы уже как бы в лас-вегасе по сути арабском лас-вегасе в чем здесь бизнес здесь бизнес в если вы хотите себе купить квартиру которую вы хотите зимовать кайфовать вот это природы тратить деньги в рестораны казино и так далее ну и сдавать конечно здесь есть высокий низкий сезон летом я не думаю что будет иметь какой-то высокий спрос хотя казино на самом деле не на улице стоит да тут кондиционирование все такое возможно как бы я вообще ошибаюсь вот такая вот картина в общем около 7000 долларов за метр полностью готовая квартира вот зачастую даже с мягкой мебелью идет естественно парковочное место то едва все вот эти прекрасные истории связанные с еще с бассейнами если вам такой воды не хватает спортзал и барбекю зоны детские комнаты и так далее и тому подобное кстати мы с вами пришли потихонечку к тому месту которые ну прибежали вы сидите кайфуете а я прибежал к самому интересному месту этого архипелага на мой взгляд да это место где будет построен адрес от эмара к марта застройщик номер один как беспрекословно уже на протяжении многих лет и вот здесь он будет строить свой самый праймовый объект адрес под линейкой адрес в каждом комьюнити в каждом макро районе дубая и эмара в частности есть адрес это такая марка что ли и вот здесь прямо на сголовье я так могу это назвать самого глубокого острова который располагается к воде в воде будет стоять комплекс зданий будет малоэтажные среднеэтажность пару высоток от адреса в общем ну вот вы понимаете да если эти ребята сюда заходят то уже как все понятно ладно в общем это вот здесь будет будет здесь такая же бухта как мы сейчас с вами видели открыто вот за этим забором вот такая же вокруг нее будут соответственно стоять здание вот это вот вся территория так полагаю что будет застроен блин я столько тут всего хочу показать записать что мне приходится постоянно останавливаться я блин бегу 5 километров 40 минут в общем на место тренировки у меня получился какой-то обзор района но блин наверно это интересно должно быть потому что если на видео покажет видео покажет хотя бы половину того что я пытаюсь вам показать здесь как бы пробегая это все в трога и скупаясь здесь еще блин это точно зайдет вам так что спортивные достижения оставим на короче через пару деньков а тут между прочим отеля цели групп а гуга вот кто знал что здесь или группа строил апарты пасси фиг аль марджан он там свой пляжик у них есть все четенько а мы возвращаемся середину архипелага и побежим сейчас немножко другую сторону так выглядит пляж одного из отелей это наверно что-то типа четверки а может быть даже тройка корзис правит значит возможно даже тройка их свой частный пляж лежаки с водички подойдем посмотрим вот это вот moving пик у нас сложное здание с консоли сверху ну будем честны то здесь вот грустный на самом деле отель redison вон там даже логотипчик что-то поломался пока что в потому что не пока что может быть в аль марджане будет место и таким отелем для обычных людей как мы с вами они для богачей всяких живущих муэндиках шутка короче стремимся жить только в пятерках еще какие-то ребята блин я не знаю всего этого всех этих девелоперах алмал ну смотри здесь виллы будут прям с водой выходом на воду блин круто но если интересно пишите у меня я найду контакты застройщика погнали дальше а вот это вот дорожка у нас ведет к острову где и будет вин казино старт анонс строительство которого уже официально правительство дубая объявила самом деле это все средства массой информации но ключевым аргументом в пользу того что здесь будет казино они просто какой-то отель да чтобы не как говорится базироваться на желтой прессе здесь в арабских эмиратах был создан создано министерство зовем его по-русски и горных дел вот назначили там смотрящего за этим министра вот кстати по моему англичанин или американец в общем это не араб что означает что ну блин раз уж министерство создали значит очевидно что и будет развита инфраструктура поэтому за моей спиной вот запомните вот так это выглядит через шесть лет потому что 27 до 29 года по разным источникам это все будет построено так вот через шесть лет сравнить потом друзья вот и подошел рассказ концу рассказ с моей беговой пробежки по архипелагу аль-марджан в эмирате расельхайма как я говорил ранее я там тренировался соответственно меня была определенная дилемма разместить ли это видео на спортивном канале или оставить его на канале недвижки потому что материалы и там и там много но большинство из вас проголосовало на то что больше интересна информация о этом новом рынке недвижимости недвижимости в эмирате расельхайме поэтому это видео уходит здесь тем не менее все равно там будет несколько вставок если вас каким-то образом смутил моя мокрый торс замученная голова и одышка то прошу простить меня надеюсь в этом видео я раскрыл собственно говоря основную суть так сказать зерно этого архипелага аль-марджан которые еще называются остров островом с казино в расельхайме если вам это видео зашло и понравилось ставьте лайк собственно говоря он будет в самом низу под этом видео если вы хотите чтобы я продолжал эти обзоры и хотите смотреть новое обновление нажимайте на колокольчик и вам придут уведомления о том что на моем канале появился новый ролик с вами был дмитрий всем пока